Обильные дожди в Химках прошли. Самое время отправиться за грибами. Лесов в округе множество. Только как сделать прогулку по лесу комфортной, а главное безопасной? Эльвира Валькова – заядлая грибница. Собирает с самого детства, около 50 лет. Знает, что рыжики любят хвойные деревья, а белые грузди водятся рядом с папоротником. В лесу привыкла ориентироваться по солнцу. Хотя понимает, работает это не всегда. Я заплутала в тайге. Я потерялась там. И единственное у меня желание было выйти на тропу. Я в болото попала, по поясу прямо тонула. Но единственная цель – мне нужно было выйти на тропу. Самое главное для грибника – это не паниковать. Ни в коем случае. И не терять чувство самообладания. А вот Андрей Груничев в лесах ходит не по грибы, а выбирать трассы для бега. Там организуют любительские забеги. Чтобы не заблудиться, изучает карты заранее и берет с собой GPS-навигатор. Хотя опасности поджидают даже с ним. Если ты бежишь, то самое главное – это много всяких коряк, неровностей. И очень часто бегуны просто падают. Я сам ломал палец один раз на ноге, потому что не использовал специальную трейловую обувь, которая более жесткая. Звери, да, то есть змеи. На самом деле, змеи, как бы вот, поначалу даже я опасался встречи с ними, но потом понял, что они сами себе угрозы не несут никакой, если случайно просто на них не наступишь. И у Андрея, и у Эльвиры огромный опыт ориентирования. Но даже в небольшом лесу важно быть готовым ко всему. Лиза Алерт – движение добровольцев, которое уже 8 лет занимается поиском пропавших. За прошлый год к ним обратились 14 тысяч раз. И это только в Подмосковье. 11 тысяч человек удалось найти живыми. Координаторы напоминают, даже короткая прогулка может стать последней, поэтому беспечности здесь не место. Например, компас на смартфоне не подойдет, недостаточно точный. Да и многие привычные нам методы не работают. У нас в школьных учебниках достаточно большое количество было информации о том, как ориентироваться в лесу по мху, по росту деревьев. Это все не работает вообще никак, к сожалению. Если у вас нет оборудования, если у вас нет навигатора, если у вас нет компаса, ориентироваться в лесу у вас нормально не получится. Даже профессионал, даже человек, который постоянно занимается маршрутами, пешим туризмом, он все равно заблудится в лесу, даже не очень в большом. Если беда все-таки случилась, самое важное – обратиться за помощью. В единой диспетчерской службе МБУ «Химспас» круглосуточно принимают звонки. Необходимо набрать 112, оператор определит ваше местоположение и сможет вывезти из леса. Так недавно спасли двоих грибников в Новогорске. Если же у вас после звонка разрядился телефон, обязательно оставайтесь на месте и ждите помощи. Система 112 обладает рядом функциональных особенностей, которые позволяют, к примеру, снизить зону поиска. Так как выступает информация от операторов сотовой связи о примерном местонахождении абонента. К походу в лес необходимо подготовиться. Например, сейчас я живой пример того, как выглядеть не надо. Например, вместо кроссовок лучше надеть резиновые сапоги, а ваша одежда должна быть намного ярче той, что у меня сейчас. Кроме того, важно взять с собой мобильный телефон, который полностью заряжен, и спички, которые помогут развести огонь. Ну все, теперь я готова к любым подвигам. Пора отправляться в лес. Яркая одежда, запас воды, свисток, чтобы дать о себе знать в критической ситуации. Казалось бы, мелочи, но именно они, возможно, спасут вам жизнь. Ксения Абрагина, Дмитрий Бадыров, Служба новостей. Ксения Абрагина, Дмитрий Бадыров.